и барабанная дробь 5 литровочку просто на аппарат за 100000 рублей я думаю что все будет хорошо почему потому что здесь айпи 68 принципе из флагманов которые последнее время покупал все это пил никто пока не погиб хорошо что обзор готов по телефону сейчас мы проверим жив смотрим всем привет вы на канале пользы на это здесь только быстро обзоры и долгие стримы сегодня вопреки всему несмотря ни на что после прожарки на твиче после прожарки на лайв канале я буду вам рассказывать о смартфоне на которой сейчас ведется съемка правда параллельно ведется на iphone 13 про даже не макс и сейчас вы видите разницу в картинке просто в стоке два смартфона встали вертикальном положении снимают что я хочу сказать разумеется вы знаете что здесь самый большой сенсор разумеется вы видели начало и понимаете что он не боится воды в принципе как и все флагманы но в то же время если здесь что-то кроме космос ценника и просто безумно крутого дизайна узнаете в ролике и заодно вот сейчас вам что и как снимает никаких больше сравнений не будет потому что в ролике я все скажу смотрим xiaomi s12 ultra у меня на руках многие уже кто купили с али мне отписывались что им уже пришло кому-то даже по какой-то непонятной мне причине пришлось платить таможню напоминаю что у нас таможня до 1000 евро можете что угодно покупать вскрываю эту магическую коробочку у меня 12 256 на данный момент у меня нет информации на момент распаковки если глобальная версия то есть это китайская версия смартфона по мнению многих он лучше всех снимает но это лирика почему потому что мы все это будем тестировать и проверять с 12 ultra и к чему это все к тому что вот это вот штуковина будет мной тестироваться на твиче как она играет будет мной тестироваться как она снимает и разумеется на лайв-канале мы будем ее прожаривать потому что все-таки это эпичный девайс из эпичных девайсов у меня будет еще айкио у 10 про скоро запах ужасный и рилме мастер эксплуаер эдишн 2 все это стоит дешевле это стоит намного дороже безумный химический запах вот от этого довольно неплохого чехла сразу видим что никакой карты памяти здесь нет но и это не критично мы это ожидали вот такая вот блямба в руках кожаный под кожу чехольчик я брал черный цвет черный цвет самый ходовой может быть он не совсем эпичный и очень странное ощущение ощущение как будто у меня huawei по 50 прону которые клонировали или сделали еще больше напоминаю что здесь внутренний дюймовый датчик дюймовым не является зарядка на довольно скромные для меня и для вас уже 60 7 ватт потому что это флагман а допустим айкио у 10 про придет мне к зарядкой в 200 ватт вы ощущаете если брать black shark 5 про обзор на которые уже на канале там зарядка 120 ватт у самих сяомитов здесь разумеется китайская вилка потому что это китайская версия смартфона не знаю пока ощущение у меня двойственные почему потому что фронталка хотя маленькая но она по центру я люблю слева или справа телефон тяжелый у нас здесь отсутствует миниджек хотя есть инфракрасный порт здесь у нас тайпсишник идеально практически по центру ключ для извлечения сим-карт почему-то я вытряхнул довольно стандартный как многие радовались когда вскрывали в нафин один смартфон обзор уже тоже на канале вместе кстати с прожарка его потому что мои тесты почему-то отличаются от тестов всех на ютюбе я не знаю может быть такой телефон ну как всегда вот здесь мы можем две физические карты запихать в него разумеется все прорезинено если это дело заявлено с защита от влаги прямо официально официально то в начале ролика скорее всего вы видите как я его топлю ощущается что это вообще не смешно это наш любимый оптостаб просто так явно это первый раз у меня ну то есть я слышал такие штуки но и но не так агрессивно ладно это лирика если вы захотите успокаивать ребенка вы это сможете делать так что плюс одна функция 228 граммов 13 pro max 241 грамм следующее что мы еще хотим здесь проверить все что я хочу проверить я буду делать на твиче я очень надеюсь что как у 12 версия у меня были глобальные китайские версии смартфона двенашки я покупал у двенашки вся линейка по телекамера не будем размусоливать напоминаю что все обзоры я советую вам смотреть в x2 мои или чужие и следующий момент подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи телеграм-канал скидок и приходите на твиче фактически почти ежедневно у меня там проходят стримы я благополучным образом там рассказываю что и как с девайсом и мы видим как он в режиме реального времени работает самый стабильный на данный момент барабанная дробь это из racing edition супер дешевый телефон от ван класс от которого лично я на мтк ничего такого не ожидал так и размеры данного аппарата 75 миллиметров ширину высоту 163 миллиметра и сейчас самое интересное буду ли царапать получится у меня ли его не поцарапать 14,4 миллиметра в толщину с блоком камер но напоминаю что здесь у нас есть еще и защитная пленка ну алиофобка на ней мне не нравится снимать ее пока не буду разумеется это китайская версия здесь есть только английский язык разумеется потом можно будет перепрошить на русский язык есть какие-то вопросы пишем в комментах смотрим розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны разумеется разыгрываю 5 бэндов 6 серии за лайк подписку и комментарий к любому видео ежемесячно помимо этого сейчас еще в розыгрыше защищенный смартфон и смартфон infinix 12 про условия в описании продажи имеется черная и серая расцветка у данной модели сяоми разумеется я выбрал черную потому что ее проще всего перепродать как вы знаете дизайн смартфона интересные затыльные части 12 с ультра напоминает лично мне viva x80 про к слову обзор на которую мне уже был на канале и он мне слегка больше понравился но об этом далее тыльная часть выполнена языка кожа рамки алюминиевые в руке без чехла как и чехлом лежит удобно но я не советовал выносить без чехла потом камера очень дорого выйдет вам если разобьется корпус не марки пользоваться смартфоном одной рукой можно но не во всех случаях это удобно потому что здесь нет какого-то баланса сборка устройства отличная как и качество материалов на правом борту расположена кнопка питания и качели регулировки громкости кнопки слегка люфтят но не критично далее есть разъем для зарядки избитой пси версии 20 что разумеется нереальный фейл это флагман также мы имеем стандартно два микрофона наличие к порта динамики два основных один разговорный звучание здесь стерео dolby atmos на борту с несколькими готовыми пресетами и кастомными эквалайзерами за что спасибо звучание настроена совместно с harman kardon хорошая но не топовая него у эффект миниджека не завезли что неудивительно смартфон имеет защиту от воды и пыли в класса айпи 68 в начале вы уже видели тест по итогу с ним ничего не произошло что меня особо радует летим дальше смартфон оснащен ама лет лтп о в дисплеем второй версии с разрешением 3200 на 1440 точек и hd плюс покрыт он корнин горилла глаз виктус hdr 10 плюс на борту как и технология м е м си контрастность 8 миллионов к одному 10 бит на цвет плотность пикселей с запасом 522 пипя это прям космос картинка ух пиковая яркость 1500 не до самсунга не дотянули с его 1800 при прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркости разумеется хватает выглядываться в экран не приходится и бликов по минимуму частота обновления экрана 120 герц на выбор есть еще 90 60 динамическая герцовка touch минимальный это тоже удивительно 240 герц его тест на частоту дискретизации сенсорного отклика вы можете наблюдать на экране от результата я лично не в восторге я ожидал лучшего вполне возможно с прошивками все это дело допилят я верю 10 димминга не завезли шим на ста процентах яркости 34 процента на 50 79 на минимальный 44 на 0 16 показатели шима не радостные у меня лично глаза от экрана правда не уставали но если вы восприимчивы к шиму советую обратить на это внимание под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок полноценную always on дисплей на борту далее мультитач берет все десять касаний правда откликается он с трудом на это дело что тоже очень плохо разблокировать экран нужно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного экран и распознавание лица сканер отпечатков пальцев работает он хорошо и довольно быстро зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца можно но на работу сканера отпечатков пальцев это никак не влияет распознавали лица срабатывает шустро даже под углом нести биометрические данные можно до двух лиц подбородок у экрана есть но в целом он минимальный экран хороший для повседневного использования цветопередача яркости экрану повторяюсь более чем достаточно для персонализации экрана интерфейса в стоке достаточно много полезных функций за что конечно же большой плюс различие улучшений фото и видео контента используя искусственный интеллект тоже на борту процессор установлен qualcomm snapdragon 8 плюс первого поколения с техпроцессом 4 нанометров с 8 ядрами максимальная частота которого 3,2 гигагерца графический процессор adreno 730 интерфейс миюай 13 на базе андроида 12 оперативная память lpd r5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт виртуальное разрешение у за у есть до 3 гигабайт сверху уже имеющихся внутренняя память и fs 3.1 на выбор 256 или 512 гигабайт и напоминаю что расширить внутреннюю память ставив micro sd возможности нет зато есть съемка 8к и вопрос дня 512 гигабайт не мало ли и ответ я думаю вам будет очевиден мало либо дали бы расширение либо сделали бы аппарат еще на терабайт ну ладно имеется поддержка вайфая 6 серии поддержка 5g сети что для нас не особо актуально для 4g сетей есть бэнды 7 и 20 нет но опять же у меня китайская версия смартфон и уверен будет глобалка связь смартфон ловит хорошо звучание во время разговора четко и микрофон и как и датчики приближения не подводили запись разговора на борту и без уведомления начале записи собеседника вилл т и вайфай я не обнаружил вполне возможно он где то есть вибромоторчик тактильно приятный настроить уровень тактильной отдачи возможность есть но опять же супер топовому не назвать и у меня были аппараты которые лучше bluetooth последней версии почти 5.2 есть еще 53 nfc смартфон разумеется поддерживает устанавливаем мир pay и оплачиваем если вы в россии gps тест городских условиях показывает стандартную точность 3 метра для qualcomm а напоминаю qualcomm 3 мтк 1 емкость аккумулятора 4860 миллиампер часов писемарке смартфон выдал очень приличные 7 часов 14 минут и осталось еще 20 процентов заряда тест я проводил при максимальном разрешении экрана на 100 процентах яркости и с динамической герцовкой за час просмотра видео на ютюбе по вайфай на 100 процентах яркости улетают у меня 15 процентов заряда за час игры в геншинг impact и одновременном стриминги через twitch уходит 20 процентов напоминаю что мне на твиче остаются все записи плюс я на лайв канале выгружаю все это дело для того чтобы вы смогли увидеть что два часа гонял смарт и как он сильно разрядился за два часа до не час специально чтобы увидеть что второй час он разряжается равномерно и это круто что он разряжается равномерно я давно такого у смартов не встречал у яблочных устройств даже не так а здесь так в этом смысле они молодцы смартфон не сбрасывает яркость играть в целом на смартфоне комфортно хотя микрофон топовым вообще не назвать с более легкими играми 12 с ультра справляется хорошо никаких проблем нет с тем же пангом танками и всем остальным за охлаждение отвечает 3d система площадью 3160 миллиметров квадратных смартфон поддерживает быструю зарядку на 67 ватт беспроводную зарядку на 50 реверсивную на 10 странно правда когда у конкурентов которых я недавно покупал спойлер бибики и зарядки на 200 ватт это вроде флагман ну ладно заряжается от 0 до 10 процентов от родного адаптера питания за 4 минуты от 0 до 50 за 20 0 до 86 за 35 от 0 до 100 за 47 для автономной работы в смартфоне находится сяоми search p1 перейдем же к тестам тротлинг тест 12 с ультра проходит хорошо 361 гипса минимально максимально 422 в среднем 383 гипса на 100 потоках при 30 минутах гикбенч и пятом сингл кори 1266 мульти кори 4093 3d mark показал вайл лайф максимально вайл лайф экстрим 2764 лайл лайф стресс-тест 10490 вайл лайф экстрим стресс-тест 2809 slingshot экстрим и на максимум в антуту выдал результат в 1 миллион тридцать одну тысячу попугаев сторож тест показал средний 63 тысячи я ожидал хотя бы 70 55 минутный стресс-тест прошел стандартно результаты вы можете наблюдать на экране результаты теста искусственного интеллекта великолепны 3 миллиона 48 тысяч это прям космос основной блок камер стильной части состоит из трех модулей двух лет вспышек на всем что связано с камерами производитель работал совместно с лейка в целом в рекламе отчетливо расписано какие использовались линзы какое покрытие так далее но нам по большей части интересен итоговый результат направленного микрофона я лично не обнаружил основной широкоугольный 1 дюймовый сенсор sony imx 989 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией автофокусировкой к слову это первый смартфон на данном сенсоре и это три четверти от стандартного дюйма здесь чуть-чуть другая химия но все равно сверх широкоугольный сенсор sony imx 586 с углом обзора 128 градусов автофокусировка телеобъектив на 48 мегапикселей с сенсором imx 586 с оптестабилизации стабилизации зум из запись видео доступным максимальном разрешении с основного модуля 8 к 24 fps 4k 60 fps разумеется также есть стандартная стабилизация спокойно работает как в 4к 60 fps так и 8 к 24 fps а уже два последующих режима стабилизации видео только при 1080 30 fps замедленная съемка максимум может снимать в 1080p 480 fps 720p 3840 fps при фотосъемке доступно два стиля аутентик и вибран также есть три пресета 35 миллиметровый черно-белый объектив 50 миллиметровый классический с эффектом боке 90 миллиметровый портретные с мягкой фокусировкой скажу сразу работает это дело некорректно лично у меня имеют ввиду взять достать смартфон и быстро сделать качественную фотографию у вас не получится различные цветовые фильтры также на борту в стоке имеется достаточно интересных режимов как для фотосъемки так и для видеосъемки так что поэкспериментировать можно со многими фронтальный модуль на 32 мегапикселя но этого не спасает максимальное разрешение для съемки видео всего 1080p 30 fps фронтальный модуль как для флагмана на уровне бибикеевских аппаратов которым вообще все равно на фронталку я думал xiaomi другие так что на нем заострять внимание не будем да и можете посмотреть примеры съемки в моем telegram канале кто знает что основная камера запотевает но после прогона смартфона в тестах данная проблема исчезла если говорить о модулях с тыльной части то в целом все довольно неплохо но как по мне опять же размер не оправдал ожидания может быть потом они где-то как-то что-то допилят фотографии получаются качественные как к ночные так и дневные бликов и вправду меньше чем в камерах у других смартфонов видеосъемка днем хороша цветопередачи меня порадовало с ночью съемка также хороша но со светом есть небольшие проблемы от стабилизатора я ожидал разумеется лучшего даже скажем большего но 100 при 4 к 60 fps отрабатывает хорошо картинка не смазанные довольно четко сверх ширик показал себя достойно 4к 60 fps смысла какой-то другой разрешение другое ставить нет то есть 8к бессмысленно как вы видите идет дождь и это первым для меня тест способности видеозаписи данного аппарата про флагманские камерафона это флагманский камерафон сожалению сразу говорить не стоит почему потому что мне кажется у него точно такой же косяк как у серии 12 вы видите как запотевает линза до линза потеет волком и в принципе на этом я думаю банкет закончен проблему с продажей данного смартфона у меня будет серьезно ну и вот так вот это конечно сюр фронталка максимум разрешение 1080p 30 fps и это вот такой вот флагман от сяоми мне он очень нравится но вот этот подход биби киевский я называю это биби киевский подход видите позади меня правильно вы не видите здесь ничего а там тучи то есть тучи он не может даже в 1080p 30 fps прорисовать может там какой-то процессор не запущен еще что-то но на данный момент фронталка флагмана который стоит дороже 1000 долларов 1080p 30 fps правда без роллинг-шаттера без какой-то космической стабиль а есть роллинг-шаттер я только что видел без космической стабилизации и лучше бы они его вообще суда не ставили 4k 30 fps hdr голубя 4к 60 fps без hdr утки и смотрим как плавно и красиво в данном смартфоне работает x6 прям прелесть другое дело что с этим x6 не особо все волшебно и наверное не совсем лучший кадр получился но что естественно ультраширик 4к 60 fps проверяю автофокус работает великолепно при съемке в 4к 60 fps максимум с ультраширик и x2 то есть на основную камеру не перейти 4к если снимать в 1080p 60 fps максимум тоже x10 x15 может быть даже он переключается на основную сейчас мы посмотрим этот момент да идет переключение между камерами 4к 60 fps немного x5 телевик чуть-чуть дорога здесь есть к слову разумеется аудиозум и вот так будете слышать проезжающие машины если будете снимать микрофон народу понравился здесь меньше на твиче чем black shark 5 pro когда я стримил на этот смарт игрушки фронталка в кафе как многие спрашивают еще 85 30 fps здесь же тестировал samsung k53 сейчас а там есть 4к это флагман 4к 30 fps съемка как просили в кафешке и hdr включен максимум hdr при 4к 30 fps на основную камеру по мне неплохо неплохо но я все время помню о солнечной фронталке а вы смотрим 4к 60 fps съемка на телевик и вот только что я фотографировал ультра ширик а потом xx получается 120 и я вам скажу что фото было ну неплохое сейчас вы видите видео в x15 я бы не сказал что она тоже плохо но говоря основная камера вообще отлично мне к xiaomi нет практически никаких претензий учитывая что они еще будут допиливать и продолжение 1080p 30 fps фронталка в переходе никакого дополнительного флэша наподобие дешевых фениксов здесь нет и я все-таки понял почему у меня нет в голове вау эффекта потому что не так давно получается тестировал подряд два смартфона и dx 70 плюс про плюс по моему и x в 70 про плюс и x80 про от вивы плюс у меня на руках x80 и печально но факт вот этот вот смарт который сейчас тестирую он не лучший может быть каких-то сценариях при работе с телевиком но на данный момент пока ну сами все видите этому да здесь очень сложный сценарий но те же сам с 22 утра можете посмотреть обзор там же тестировал небо и земля но вот ультра ширик мне прям очень нравится 4к 60 fps стабилизацию ультра ширика есть и я скажу так прям замена упрохи или рыбьего глаза очень 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 достойно опять же нужно будет смотреть на компе ну то что я здесь вижу при съемке ну шикарно жаль что икс 2 максимум 4к не перейти на основу и на телевик потом но ультра ширик ведет себя достойно довольно интересный мультикам здесь можно делать очень много всего можно ставить на вторую камеру телевик можно менять в режиме реального времени но к сожалению сами камеры не поменяете с ультра ширика допустим на телевик и фронталку но в целом сама идея прям хороша то есть у вас в мультиками вариант выбора из шести камер логично выбираете 2 и это удобно к слову пока запись даже фронталки дальше в 1080p чуть-чуть подфризивая то есть ты нажимаешь кнопку стоп и ждешь где-то две с половиной секунды странно снова прошивки будет лучше но с облаками которые есть но их нет я думаю тоже все будет хорошо но не уверен вот 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 давайте пощупаем может быть он без меня их найдет до без меня без меня он их находит все как у всех любимый тест в лифте основная камера 4к 60fps тест фронталки в лифте и здесь вроде не плохо фронтальная камера по после длительных прожарок но по большому счету и не таких и длительных ночь мурина уже ничего не потеет но для этого понадобилось два довольно бодрых троттлинг теста на 100 потоков при 60 минутах и после этого на стриме мы тестировали все это дело в холодильнике единственная камера почему-то начала фризить в прямом смысле то есть она была абсолютно белая пока не вошел и не вышел заново ну сначала вышел потом вошел напоминаю что все тесты данного аппарата в онлайне практически все были на лайв канале можете посмотреть мы два часа его гоняли в antutu единственное мы прогоняли в antutu а и он показал я думаю уже видели три миллиона это просто космос когда ты смотришь на эту фронталку ты думаешь а зачем а зачем кружочки записывать в телеграме наверное все потому что ну хотелось бы чего-то другого это точно как мне многие пишут а зачем тебе фронталка я все время спрашиваю зачем вам телевик там же ну ладно у каждого свое 4к 60fps 2 часа ночи мурина ничего пока не потеет и это хорошо камера снимает с довольно неплохим стабом давайте я включу наверно 1080p хотя даже в 4к 30 fps я бы сказал что стаб опто стаб который здесь работает вместе с цифровым разумеется ну прям хорош хорош логично что с двух рук не суровать ну вот с одной руки никаких претензий отличная камера основная просто шик вот это ультра ширик при 4к 60 fps те же самые условия тоже 4к 60 fps повторяюсь второй раз и здесь конечно и составом чуть-чуть другая история и картинка уже менее романтичная я уже повторял что нет здесь возможности в 4к 60 fps перейти на основную камеру с ультра ширик и это неприятно потому что есть смарт и которые это могут и немного телевика x54 к 60 fps ночь и вот он наш любимый памятник менделееву очень плохо виден в ночи с телевика можно делать x15 подключил ночью hdr 4k 30 fps и хочу отметить что фотографии ночью что в авторежиме что в ночном производится примерно за одинаковое количество времени и по мне они ну одинаковые одинаково хороши скажем так вождя р можно делать x6 чтобы посмотреть на мыльную картинку ночью ну такое себе только что использовал телевик для фотографии в авторежиме он включил ночной режим и фотография обрабатывалась секунд 6 но не зря я скажу потому что сфотографировал он неплохо если брать фронталку вот сейчас я снимаю получается с принудительной подсветкой позади меня я думаю вы понимаете что неоновые вывески никто не ничего не видно многие напишут зачем ты тестируешь если и так понятно что фронталка печаль но опять же одно дело написано другое дело кто-то может говорить что она нет она ужасно нам для флагмана опять же если бы ничего не выпускал samsung ничего не выпускала яблоко можно было бы сказать никому это не надо но люди покупают я понимаю что там запрещенную сеть уже мало кто выгружает но себе ты на компьютер люди выгружают эти салфаки когда ты вытягиваешь так фотографируешь допустим все семейство либо тусовку либо еще что-то ну в клубе в конце концов чтобы видно было что ты снимаешь сяоми стоит об этом задуматься я считаю хотя можете написать в комментах как вы считаете нужно фронталка вот вам конкретно или нет ну и вот чем отличают основные камеры хороших телефонов от плохих это вы видите надпись практически во всех роликов у меня есть тест и где-то даже вот этот рисунок появляется x5 сейчас но здесь хотя бы надпись читабельно если начать идти и снимать допустим вот эти диоды то когда ты подходишь к баннеру рекламному вот этому обычно только хорошие девайса издалека начинают его воспринимать них никакого насильного фокуса у меня нет нет вот к сожалению если бы я сфокусировал здесь то да но автофокус здесь не сработал к слову можно кстати вот так сыграть автофокус точнее ручной фокус и авто нет не сбрасывается он ну ладно автофокус в другом месте проверим проекции ночью если днем еще как-то можно настроить ночью максимум это фотка с телевика так x10 x50 это просто лютое мыло можете на этой не рассчитывать и вот тест автофокуса 4к 60fps наша пресловутая гайка раз не гайка вот моя гайка каждом ролике на флагман и плюс-минус одно и то же очень плавный переход я бы сказал что довольно точный сейчас попробуем на ультраширике все это дело 4к 60fps проверка автофокуса на ультраширике если есть ли он вообще как я понимаю нет если вы увидите то хорошо и сейчас извращение с телевиком здесь проверка ручного фокуса не авто то есть я пальцем меняю фокус на объектах долго ну это неплохо здесь может быть авто сработает пока не работает да наверно вручную только но это уже что-то совсем извращенную и чтобы вы ощутили разницу вот съемка на 4к 60fps на основную камеру вот так если вы захотите себя снимать на вытянутой руке допустим развернув этот экран вы сможете получить такого рода качество и почему это сделал потому что я хочу напомнить что в не 11 ультра у сяоми была фишка а фишка заключалась в том что у них экранчик был на тыльной части смартфона и это имел возможность видеть что-то снимаешь здесь такой функции нет и соответственно у меня такие претензии к фронталке то есть так можно было бы использовать смарт как фронталку притом эффективно с таким подходом эффективно нельзя если по никакой не знаю зеркало маленькое поставили еще что-то можно бы было тоже вот он лайфхак идея здесь эта идея была забыта по мне довольно зря 11 ультра тоже будет на обзоре обязательно расскажу уже в россии мне кажется что за 34000 не зря я купил посмотрим 4к 60fps основная камера если будете использовать без разряда мини-клипа каким-то опять же это без стаба звуков хотя для такого звучащего стаба по идее здесь должно было бы быть немного лучше стабилизация чуть-чуть но вот видите облака которые не видны на фронталке вот там солнце поэтому основная камера прямо я уверен еще будет лучше ультраширика также в 4к также движение супер погода фронталка и да я тоже так думаю но облака видны уже прогресс только не с этого ракурса потому что солнце бьет прямо в сенсор так это как говорится режим следящего квадрокоптера если вы будете за кем-то бежать и пытаться его снимать 4к 60fps примерно будет вот такая картинка при том что опять же фризов я не наблюдаю стаб отрабатывает неплохо и нет стабилизатор все таки необходим тот же какой-нибудь диджай за тысяч шесть совета для того чтобы снимать киношную картинку еще немного фронталки солнце получается позади меня довольно приличный ветер можете это видеть по деревьям и заодно как раз проверяем микрофон минус этот старая версия избитой psy многие этим грешат нет миниджека что ожидаемо учитывая что здесь есть защита от влаги частота дискретизации касания скромная как и зарядка в 67 ватт это прям ультра странно и не говорите мне что айфона вот вообще ничего нет один кабель друзья айфон это айфона сяоми это сяоми я 11 ультра купил за 34 тысячи рублей 13 промах за 34 тысячи рублей через год я не куплю и это факт то есть вы примерно прикидывайте как падает цена на смартфон новый не у топового бренда потому что опять же это сяоми фронтальный модуль меня не радует также не радует что супер стабилизация работает только при 1080p 30 fps показатели шима оставляют желать лучшего убили 11 ультра в плане уникальности второго экрана это было реально удобно это тоже минус и разумеется в минус водопад это неудобно если вы используете телефон как рабочий по автономности в отличие от остальных у меня к нему претензий особых и не было ну и разумеется от ультра у него наверное только влага защита потому что все остальное если не сказать как у всех то чуть-чуть даже местами хуже я думаю в начале и вот сейчас конце вы увидите сравнение просто на вход и выход с 13 про без всяких извращений и у вас может быть будет примерно такое же мнение как у меня у меня легкое разочарование цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео если промокоды смотрите моем телеграме канале также по ссылке в прикрепенном комментарии вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки я туда обязательно скину промики не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи телеграм-канал скидок там я выгружаю эксклюзивный контент плюс можем пообсуждать что-нибудь или посоветовать друг другу что-либо всем кто оставит любой комментарий отдельное спасибо разумеется без мата хамство и реклама резюмирует я бы хотел просто и довольно сложно для себя почему потому что скорее всего резюмирую мне усложнит продажу на авито данного смартфона которая купил если вы услышите у какого-то крупного блогера что xiaomi 12 с ультра вот сейчас вы опять тоже видите сяоми 12 с ультра как снимает и iphone 13 про снимает лучше видео чем iphone скиньте мне пожалуйста я хочу знать этого человека если вы узнаете от кого-то что фронталка у смартфона за 1000 с лишним долларов снимает потребно скиньте его мне если вы предполагаете что в 11 ультра обзор на который у меня будет и которая тоже считаю в оверпрайсом было неразумно размещать экран на тыльной части смартфона и сейчас решение с просто блямбой намного лучше напишите в комментах да и принципе все что вы напишите в комментах за это я буду благодарен потому что это помогает каналу смартфон xiaomi 12 с ультра просто хороший флагман он ничем не выдающийся это не samsung а не iphone у него нет фронталки у него нет каких-то интересных фишек из разряда там стилуса внешнего экрана еще чего-то у него есть очень крутой маркетинг больше ну вы понимаете там просто больше никаких каких-то оптических штук здесь нет все супер фишки по большому счету это все цифровое решение и как это цифровое решение будет работать ну может быть завтра она будет работать лучше лучше ли это будет работать чем решение на иос системах слову еще раз напоминаю iphone это прошлогодняя штука 13 про то есть сейчас выйдет 14 а xiaomi эту 12 версию которая к слову меня просто тупо потело первые сутки пока его не прожарил как x12 как и 12 про и как двенашка помните когда закупил три смартфона и все три потели так это тоже потеет да я за двое суток на опыте его стресс тестах прогнал потеть он перестал но когда ты получаешь smart в рублевом эквиваленте по сотку ты ожидаешь хотя бы нормальной сборки и может быть это смазала впечатление может быть что я не могу сказать как допустим у меня x80 его есть на руках что о классные фото видео он может тягаться с айфоном здесь он не может тягаться с айфоном лично мое мнение и дальше куда танцевать когда iphone стоит дешевле его опять же тоже не рекомендую покупать почему потому что их опять же теоретически вы могут у нас а кирпичить вероятность 0 0 1 тысячная процента но есть и второй вариант даже с какими-то банковскими делами уже какие-то проблемы с оплатой чего-то проблема с андроидом все-таки всегда все проще буквально в прямом смысле android устройств у нас сейчас море на флагманах oppo find x5 про это x80 про все по лояльным ценникам вышел one plus 10 т кому хочется супер новинку там вообще 40000 посмотрите на спеке у сяоми есть на 12 про на димен сити притом она стоит в два раза почти дешевле чем эта машинка я уверен что она вообще не хуже так что подписывайтесь на канал пишите в комментариях чтобы вы еще хотели увидеть на обзор надеюсь он не вышел слишком хейтерским потому что девайсом по себе хороший но ничего выдающегося к сожалению в нем нет поэтому нет вау-эффекта поэтому я не могу помочь серым продавцам и сказать бегите покупайте нет он того не стоит он стоит не знаю ценника также как у него скорее всего будет в перспективе там 45 47000 это моя оценка логично что сейчас вы его не найдете но я думаю через месяца два если курс не прыгнет будет все примерно так девайсу от меня как от покупателя нет как от блогера наверно да кому-то точно понравится добра и удачи вам дорогие друзья